Значит, тут такая закрученная история. Написано так. Послушайте, как Россия-1, разоблачая якобы украинские фейки, сама создала гигантский фейк. Значит, они рассказывают, тут как-то странно написано, именно из ее фильма пропаганды, то есть российского канала, использовали сцену, чтобы доказать постановочность происходящего в Буче. Вот такая история. Давай видео посмотрим, думаю, станет понятно. Мы снимали ничего не значащую сцену, как один из третьестепенных героев выпадает из окна. Это была часть интриги. Понятно, что актеров мы из окон не выбрасываем, поэтому был заказан скайлифт, то есть кран с платформой наверху. Каскадеры выбрасывали манекен сверху, который был одет в одежду этого персонажа. Этот манекен должен был упасть на крышу машины, и мы абсолютно спокойно это сняли, сбросили этот манекен. И буквально через 15 дней, сначала в профашистских телеграм-каналах появилось это видео со словами, вот смотрите, как делают фейки из Бучи. А это всего лишь наш постановщик трюков Саша Уваров упаковывал скотчем этот манекен. Там утверждалось, что он был одет в украинскую военную форму. Это не так. Он был просто... Все каскадеры ходят в камуфляже разных стран или не стран, но он был в обычном камуфляже. Это видео разлетелось сначала по телеграм-каналам, и 6 апреля в 7 утра канал «Россия-24» дал это в своем эфире, сопроводив текстом, что вот смотрите, вот так делают фейки из Бучи, вот укронацисты пакуют скотчем манекен, чтобы разложить его так, чтобы было ощущение, что это труп. Ну, вот есть такое, знаешь, такая русская поговорка «все, что в печи на стол мечи». Вот они и метут, понимаешь? Ну, они должны сгинуть все, сгинуть. У нас практически каждый день в информационном пространстве появляется, да даже не один, а несколько фейков, которые продуцируют русские фабрики вранья. Ну, вот на днях, слушайте. Ну, нормально уже появляется видео с заложным, созданное искусственным интеллектом, который там говорит то ли о перевороте. Я, честно, его даже не досмотрела, я там начала смотреть, ну, все понятно. Ну, то есть, о чем мы говорим? Мы обсуждаем, что Россия делает фейки. Ну, так они на этом живут, они на этом стоят, они сама страна фейк. Конечно, да, конечно. Нет, ну, согласись, лучше, что мы это показали. Мы все прекрасно понимаем, как работает их пропаганда, но просто вот сама свидетельница рассказала, как это… Конечно, очередной раз, доказать. Да, значит, чтобы понять, как сейчас живет Российская Федерация, достаточно прочитать вот эти две новости. Первая новость. Еда стала главной статьей расходов у половины россиян. И вторая новость. Жители Амурского села ходят за водой на реку. До этого воду им привозила автоцистерна. Давай посмотрим. Назад в прошлое жители Усть-Нюкжи Тендинского округа около месяца вынуждены ходить к реке за водой из-за поломки автоцистерны. Всего в селе 600 человек, из них около 150 дети. По словам обратившихся на линию содействия ГТРК Амур, спецмашина приезжала в Усть-Нюкжу несколько раз в неделю. По понедельникам и пятницам доставляла воду жителям. По средам – в социальные учреждения. А теперь сельчанам приходится по льду пробираться к проруби. У нас холодно, во-первых, минус 25 уже. Уже сегодня было почти по 30. Понеси эту воду до самого верха. Ноги, руки, замерзнуть может. Тяжело нести. А вот у нас школа еще, и воды-то нету, и бедные ребятишки ходят в туалет на улицу. В администрации Тынинского округа нашему корреспонденту рассказали, что вода в скважине Усть-Нюкжа не соответствует санитарным требованиям, поэтому ее подвозят из поселка Юктали. Запчасти для ремонта автоцистерны уже поступили. Замена скоро начнется. Технику запустят на следующей неделе. Как видишь, все будет хорошо. И всего остального. Лучше бы водопровод сделал. Послушай, извини меня, к кому ты сейчас обращаешься? Если ты обращаешься к этой несчастной женщине, которая хоть кто должен понимать? Кому твои слова? Плюс один. Это один плюс один равно два. Это страна, которая имеет такое количество запасов полезных ископаемых, что у них просто, я не знаю, должны золотые фонтаны с шампанским везде, в каждом городе быть. Просто вот так. Не знаю, там Мойчандон минимум там должно быть. Телекристо. Учитывая то, если бы они не воровали их власть путинская и на войну не тратили. Слушай, у меня слов нет просто. Но я когда это смотрю, думаю, насколько тупыми надо быть. Олеся, она живет в маленьком поселке, эта женщина, где минус 30 градусов. Ты хочешь, чтобы она с вилами шла на Кремль? И мозги у них там при минус 30 тоже замерзают, да? Так получается. У нее дети есть, она понимает, что у них может быть другое будущее, а не вот такое же по говну замерзшему воду грязную в речке набирать. Она не знает про другое будущее. Она никогда не была за границей, раз. Во-вторых, у нее дома стоит телевизор, два. Понимаешь, в чем дело? Вот я сейчас, мне кажется, что вот конкретно эту женщину, конкретно эту женщину, которая живет и с риском для жизни ходит в эту лунку для воды, понимаешь, ну как-то не о том разговор. У нее мозги на месте, просто... Не-не-не, смотри, это не-не, нельзя их тоже так, как это все преуменьшать. Даже в этом крае, даже при минус 30 интернет у них у всех работает. И это 21 век. Нельзя сказать, что к ним не дошли вообще новости, там на голубях приходят или на упряжках собак. Они все прекрасно понимают. Не-не, ну хорошо, ну подожди, ну давай, давай, что думаешь, я тебе не задам правильный вопрос. Ну вот она посмотрела, хотя вряд ли она смотрит там канал «Утро февраля», вот она это дело посмотрела. Хорошо. И она видит, что Путин плохой. И она хочет проголосовать на президентских выборах не за Путина. Но она не может, потому что нет других. Да нет, я тебе по-другому скажу. Там, если копнуть, скорее всего у нее из семьи уже или мужа, или отца, или сына забрали на войну. И она его отдала, и он пошел хорошо себе так там воевать, фашистов украинских, как они говорят, бить. А если бы она была хотя бы чуть-чуть, один плюс один, да, у нее в два складывалось, она бы или спрятала, или за границу бы вытолкала этого человека. Или бы сказала, иди по программе «Хочу жить» и быстро сдавайся в украинский плен, целым останешься. И убийцей не станешь, и инвалидом не станешь, и живой будешь. Ну мы не знаем, может быть она и сказала об этом сыну. И может быть сын сейчас воюет на стороне Украины, вот в этом легионе свободной России. Ну хорошо, давай, у нас еще тема есть. Просто это общее место, это общее место. Они дураки, они дураки, они не могут сложить один и один. Да. Значит, теперь еще одна интересная вещь. Туда же. В Бурятии начали массово брать кредиты на дрова, потому что газа в домах нет, а денег, чтобы покупать дрова на всю зиму у людей нет. Я хочу тебе сказать, что это очень хорошее дело и очень выгодно. Я знаю секрет этой истории. Ты знаешь, что вся Россия сейчас закредитована. И плюс повысили ставку, ты знаешь, ну я не знаю, в курсе ты или нет, в России повысили учетную ставку. Это связано с курсом рубль-доллар и так далее. Для стабилизации российского фондового рынка. Короче говоря, эти люди не собираются отдавать долги. 47 процентов, 47 процентов людей, которые взяли кредиты, большие и малые. Малые вообще не отдают. А большие кредиты, они их не отдают. При этом, что интересно, приказано из Кремля, ну так сказать, очень аккуратно требовать кредиты назад, потому что до выборов не надо злить народ. Я хочу тебе сказать, что огромное количество людей этим пользуются. Они идут, берут кредит на что угодно, на соковыжимал. Понимаешь? Слушай, это у нас какой-то вечер юмора, честно. Кредит на дрова в Бурятии. Это в Бурятии, откуда вычистили максимальное количество мяса на войну погибать. Ну как бы, ну пусть дальше воюют. Нет, ну ты поняла одно слово из этой новости. Тут в этой новости есть одно удивительное слово, правильное. Читаю еще раз. В Бурятии начали массово брать кредиты на дрова. Это как поговорка, как залезешь, так и слезешь. Они совершенно, так сказать, ну вот такое вот. Да, идем дальше. Задумал. Значит, да-да, послушай, идем дальше. Вот это вот интересно. Правительство РФ задумало запретить россиянам импортную одежду и бытовую химию. Идея принадлежит секретарю Совбеза Патрушеву. Вот это вот очень интересно. Импортную одежду. Ограничения будут подобны тем, что Россия ввела как контрсадр. Санкции после аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 году. Тогда в РФ запретили ввоз мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, а также овощей и фруктов из ЕС, США, Канады и других присоединившихся к санкциям стран. Мы спросили у наших зрителей, готовы ли они перейти на отечественные товары вместо импортных. Значит, смотрите, готовы ли перейти на отечественные товары вместо импортных? Значит, нет, еще и контрабанда в стране вырастет. Да, 17%. Да, поддерживаю курс на импортозамещение 10%. Все переходим на белорусский трикотаж 7%. И, возмутительно, власти РФ закрывают страну от мировой экономики 56%. Что скажешь? Ну, я скажу, что то, что у них в душе, теперь будет и снаружи. Все, лапти, их все. Какой-то там у них был чулочная фабрика, чекаловская какая-то. Да. Вот оттуда будут, надо ее возрождать, потому что там все закрывалось, разорялось. Вот надо возрождать. Плюс ватник, фуфайка. Теперь, опять же, официальная уже будет на подиумах российских. Красота. Все это они будут носить. Но предложение, я бы сказала, у Патрушева залихватское. Потому что импортное это в том числе и китайское. И вот что они будут делать? Потому что если сейчас взять любого россиянина, ну, сейчас давай так, среднестатистического, то мы поймем, что на нем русского, ну, я не знаю, наверное, даже трусы белорусские. То есть нету ничего. Это значит, нужно просто сейчас ходить в этот 30-градусный мороз, как мы там увидели, голыми. А все остальное китайское. Потому что сейчас вот даже на улицах России вот машины, как говорят очевидцы, да, которые там все это снимают, машины заполонили китайские. И все ездит китайское. Ну, потому что оно не очень дорого, и оно реально ездит. А вот если тех, кто побогаче в России, перевести на импортозамещение, сейчас сказать, вот снимайте все, что не русское. Ну, ты понимаешь себе, вот это заседание, например, представьте, Государственной Думы, после указа, если подписал бы Путин указ этого Патрушева, да, типа вот инициатива одобрена, все импортное в сторону вообще выбросили, сожгли на Красной площади. Это мы бы увидели голого дряблого Путина, обколотого ботексом, голого Патрушева. На них же ничего русского нету, понимаешь? Но и там это, речь не идет о китайском, но они полностью, слушай, в западных брендах, причем в лакшери брендах, которые... Я понял тебя. В общем, прости, у нас просто время закончилось. Носки там стоят столько, сколько там, не знаю, половину водопровода провести в то село, которое мы обсуждали, Амурское. Понимаешь? Угу. Да, хорошо. Спасибо тебе большое за твои комментарии. Я желаю спокойных выходных, спокойных, тихих выходных. Олеся Бацман. Спасибо. Главный редактор издания «Гордон».